Хэлли, чё творим, бро? Меня зовут Сэр Геонис, и бро, бро, просто сразу же бери, просто сразу же подписывайся на канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь придёт время, и суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что я жду тебя в своей банде, скорее подписывайся на канал. И бро, наконец-то это свершилось. Мой старенький телефон, конечно, утонул в адских приложениях, и я наконец-то купил себе новый. Samsung Galaxy G3, правда. Это лучше, поверьте, чем тот телефон с адскими приложениями, который уже лагал. И я решил попробовать на камеру распаковать этот телефон и посмотреть, что же из этого получится. Лиза идёт от моей аудитории, поэтому давайте-ка попробуем. Так, бро. Окей, у нас есть упаковка этого телефона. Samsung Galaxy G3 2017 года. Все, как вы знаете, у меня был адский ужасный телефон, потому что на нём было слишком много этих адских приложений. И мне нужно было его поскорее сменить, потому что он уже даже лагал, и я решил купить себе новенький телефон. Так, ладно, давайте его откроем, посмотрим, что же там внутри. Я ещё не вижу, что там, я надеюсь, вам уже нравится этот телефон. Что? А где... Это даже не Samsung. Вот он побитый. Типа, вот. Надеюсь, фокус сработал. Он разбитый. Это не Samsung. Но я же... Я покупал телефон у официального разработчика. Почему мне прислали это? Я не понимаю. Нету даже никаких инструкций. Зарядки к нему нету. И наушников. Хуже придётся звонить в офисный центр, чтобы заменили телефон. Потому что, ну... Это не Samsung. Ну, давайте просто ради прикола включим его. Хех, его ещё так с первого раза не включишь. Вот это вот загрузка телефона. Три шестёрки. Обычно в загрузке мы видим название компании и модель. Но здесь мы видим три шестёрки на... О боже, за которой стекает кровь. Я, если честно, в шоке. Что это вообще за телефон? Загрузка завершена. Рабочий стол. Офигеть! Здесь есть даже Рипмаркет! What the fuck? Это что, реально какой... Это реально какой-то адский телефон. Три часа ночи на нём отмечено. Камон! Вы серьёзно? Не выглядитесь на эти иконки. Дзвонок красный. А... Сообщение и камера вообще как... Брызгнула, как будто кровь. Это... А ещё, почему они на весь экран? Это нормально? Как бы вот так вот выглядит. Не думаю, что это нормально для телефона за такие деньги. Да какие деньги? Это вообще не та модель. Это вообще не тот телефон. Даже не та компания. Здесь есть галерея, есть Рипмаркет. Ого. Три часа ночи. Давайте зайдём в галерею и посмотрим, что там. О боже, здесь всё так медленно загружено. Галерея. И фотографии были сделаны вчера. Вот и фан. Это какая-то книга. И эти помехи, ничего невозможно за ними рассмотреть. И когда я нажимаю на книгу, картинка не включается. И в чём прикол тогда такой галереи, если картинка не включается? Не понимаю смысла. Но там какая-то книга. Видно, что там какие-то рисунки каких-то животных. Это что, книга знаков зодиака? Господи, здесь вообще ничего не понятно. Что это за телефон? Так, давайте вернёмся назад на главный, зайдём в телефон. В телефонной книге есть... Блин. С телефона и книги звонили на номера. Вы сейчас, я надеюсь, сами видите, на какие номера звонили. О боже, три шестёрки. И в основном все были отклонены. Но самое странное то, что вчера на один номер взяли трубку. Чего? Чтобы вы понимали, бро, мы уже минут пять сидим, смотрим. Но три и ноль ноль, всё, и ещё три часа ночи. Хотя сейчас уже пять где-то вечера. Но там всё ещё три часа ночи. И даже не меняется. Потому что мы уже минут пять сидим. Как минимум должно уже было быть три часа и пять минут. Но всё ещё держится три часа и ноль ноль минут. Как будто всё зависло. Не будем обращать на это внимание, это какой-то очень странный телефон. Давайте просто посмотрим, что есть в смс-ка. Окей, мы открыли смс-ки. Третья сна ночи. И у нас есть одно сообщение, непрочитанное. От дьявола. И там написано, тебе придётся прийти. Мне всё равно твои отмазки. Я жду тебя в аду. Что за телефон? What the fuck? Сообщение от дьявола. Это какой-то рофл? Нет, ладно, это можно было подменить. Но вот номер, когда звонили на три шестёрки, этого нереально было подменить. Значит, ты написал реальный дьявол. Тебе придётся прийти. Мне всё равно твои отмазки. Я жду тебя в аду. Я надеюсь, это сообщение было не мне. Так, ладно, вертаемся на главную страницу. Давайте посмотрим камеру, что ли. Окей. Так, вот у нас здесь камера. Какая-то очень странная камера. Всё в помехе, ничего не видно. Это очень странно, что здесь вообще помехи какие-то. Так, я вижу себя. Но почему-то я в негативе. Что? Погодите, если положить камеру? Она всё равно двигается. Хоть даже меня там нету. Какие-то белые... What the fuck? Давайте, выйти, выйти. What the fuck? Блин, что с этим телефоном вообще происходит? Это какой-то адский телефон. Я хотел обычный телефон, чтобы снимать видео. Но далеко не этот. И что мне теперь с ним делать? И чтобы вы понимали, я ещё даже не открыл все приложения, которые здесь есть. Здесь ещё есть... Четыре вкладки. Влево, влево и вправо, вправо. То есть там ещё есть страница, ещё есть главное меню. Я сейчас не хочу в это всё заходить. Мне просто страшно. Я в шоке. Что это вообще за телефон? Как будто телефон прислали из самого ада. Окей, брат, давайте просто закончим на этом видео. Это было какое-то неудачное видео. Скорее всего, я его не выложу, потому что я хотел сделать обычный обзор на телефон. Но то, что мы увидели, это просто жесть. Потому что разве на этот телефон можно нормально смотреть? Разве это не жесть? Три часа ночи всё ещё. Мы уже минут десять снимаем это видео, а здесь три часа ночи. Ровно три часа ночи. В Рибмаркет мы не будем заходить, потому что мы знаем что-то. У нас уже было это грёбанное приложение. Мы уже в нём сидели. Окей, брат, давайте просто закончим на этом видео. На этом всё. С тобой был Сергеонис. Поставь лайк. Тебе это всего-то две секунды. Мне очень приятно. И, бро, давай на этом видео наберём две-три тысячи лайков, если вы хотите продолжение. Что-то у меня здесь ещё за разные штуки, разные приложения. Потому что этот телефон киши этими адскими приложениями. Поэтому, если вы ждёте ещё каких-то приложений из этого телефона, то давайте наберём на этом видео две или три тысячи лайков. Ведь меня это очень сильно смотивирует. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Там выходят очень страшные фотографии. Я думаю, тебе они понравятся. А также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь предотвращаемая супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И, да, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, какие же они шикарные. Они так сел, что я прям не могу на них смотреть. И, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь в последующее видео. Всего то, что тебе стоит, это написать комментарий. И нажать на лайк и колокольчик. И обязательно нажать на лайк и колокольчик. Потому что я проверю. Нету лайка и колокольчик, и нету тебя в следующем видео. Потому что эти ребята, которые попали в это видео, нажали на лайк и колокольчик. Я проверю. Я ставлю, мне специальная программа. Так что, замену лайк и колокольчик, пиши комментарии. Если по своим комментам нету никаких комментов, так ты подай следующее видео. Вот так вот, простенький билет ко мне в видео. На этом всё, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока. Надеюсь, мне больше не придётся лазить в этих адских приложениях. Субтитры сделал DimaTorzok